Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня хочу рассказать вам о защите груши сейчас, в середине лета. Это очень важный период в жизни каждого дерева. Идет формирование урожая, налив плодов, прекрасная погода не только для деревьев и нас, но и для вредителей и болезней. И если сейчас не провести своевременную защиту, мы можем потерять свой урожай или изрядно потерять в его качестве. Так в чем же проблема сейчас, именно в июле? Именно сейчас начинает вовсю проявляться парша груши. Она опасна не только тем, что портит листья, но и она способна изрядно повредить и побегам, из-за чего те легко подмерзают, болеют и гибнут. Здесь у нас с вами груша в экологически чистом саду, где никогда не применялись никакие средства защиты, поэтому болезней и вредителей здесь очень много. Июль это время, когда проявляется ржавчина. Заражение произошло гораздо раньше, но именно сейчас вы видите вот эти ярко-рыжие пятнышки. И если они уже появились, ни в коем случае не упускайте последний шанс разобраться с этой болезнью. Помочь вам в этом могут такие фунгициды, как ракурс, топаз, скор. Именно они способны остановить ее развитие и не допустить появления новых рыжих пятнышек. А именно из-за них груша способна потерять не только листву, но и даже жизнь, если развитие будет очень сильным. Вторая очень опасная болезнь – это форша груши. Как я уже говорила, она поражает не только листья, плоды, зависть, цветки, но даже побеги. Они становятся вот такими страшными, шершавыми и очень легко ломаются, и заболевают. Здесь вам тоже помогут такие препараты, как скор, алунотранквилити, хорус, топаз и другие фунгициды. Ну и, конечно же, это такая неприятная для груши болезнь – это бактериальный рак. Этот год очень удачный для бактериального рака на груши. Холодная весна ослабила растения, а дожди, которые сейчас у нас имеют просто ливневый характер, способствуют его массовому распространению. При бактериальном раке чернеют сначала краешки листьев, потом они полностью, наконец, весь побег. Если вы заметили такие признаки у себя на деревьях, засохшие ветки немедленно удаляем и уничтожаем. А чтобы бактериальный рак не распространился дальше, используем препараты меди, но не все. Наиболее эффективен в борьбе с бактериальным раком абигопик, либо косайт – препараты на основе гидроксида меди. Ну и, конечно, биопрепараты. Признанным самым эффективным биопрепаратом для борьбы с бактериальным раком, грушей и других растений является фитоловин. Он абсолютно безопасен и для человека, и для окружающей среды. Поэтому используйте этот препарат не только для лечения, но и для профилактики болезней у вас в саду. И, наконец, вредители. Созревающий урожай груши привлекает различных вредителей, начиная от пилильщика, заканчивая плодожоркой. Обработайте свои груши инсектицидами. Если это ранние сорта груш, которым до созревания осталось буквально 2-3 недели, это, конечно, лепидоцит – биопрепарат, который действует только против плодожорки. Ну и, наконец, во многих садах, особенно тех, которые возделываются по экологически чистой технологии, часто возникает проблема с грушевым галловым клещом. Этот вредитель поселяется в почках и рано весной начинает свою разрушительную деятельность, вызывая образование на листах таких вот некрасивых галлов, чёрных пятнышек, из-за чего лист не выполняет свои основные функции и дерево, естественно, страдает. Так вот, именно сейчас очень важно остановить заселение клещом новых формирующихся почек. Здесь вам помогут из биопрепаратов. Это, конечно, на основе аверсиктина – окарин, октофит, фитоверм, но использовать их нужно часто и строго соблюдая температурные требования. Желательно проводить опрыскивание в вечерний период времени, чтобы препарат успел подействовать при оптимальных температурах. Для тех, у кого очень серьёзное поражение клещом, следует всё-таки обратить внимание на синтетические окарициды, либо универсальные, такие как актора, либо фуфанон, волиам тарга, мавента. Ну и, конечно же, это признанные биопрепараты от клеща, такие как ПСК, теовиджет, либо коллоидная сера. Но будьте, пожалуйста, с ними поосторожнее. В жаркую погоду препараты серы могут вызвать ожог нежной кожицы плодов и образование ржавой сеточки. Если вы, соблюдая все правила, проведёте защитные обработки именно сейчас, вы не только предотвратите развитие болезней в этом году, но и значительно уменьшите их количество уже в следующем сезоне. Кстати, про клеща. Если поражена одна-две небольшие ветки, то такие веточки лучше просто вырезать. Вот такие нехитрые приёмы для борьбы с вредителями груши необходимо нам использовать в июле месяце. Процветание вам и вашему саду. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. С вами была Юлия Кондратёнок. Субтитры создавал DimaTorzok